День за днём Семейный подряд на 8 миллионов. Бабушка и внучка решили поживиться за чужой счёт. Ветераны в гостях у Душкалят. Наша была цель занять первое место, и мы её выполнили. В Десногорске прошёл традиционный турнир по мини-футболу. Ремонтные работы на теплосетях, обнаружение мины в Кукуевке, культурные мероприятия в городе на текущей неделе – эти и другие вопросы обсуждались на плановом оперативном совещании в администрации Десногорска. Подробности далее. Совещание проводил заместитель главы Александр Новиков. Он представил нового председателя комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу Евгения Катухова. Коммунальные службы города готовятся к осенне-зимнему периоду. Сейчас завершаются ремонтные работы на тепловых сетях третьего микрорайона. Также устранены неисправности на магистралях шестого микрорайона. Продолжаются кровельные работы на крышах многоквартирных домов. Начальник отдела полиции по Десногорску Юрий Гришин доложил об обнаружении мины времен Великой Отечественной войны. Отряд саперов МЧС из Смоленска займется ее разминированием. Анна Королева рассказала о мероприятиях, приуроченных ко дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Приглашаем десногорцев и гостей нашего города 25 сентября в 10 часов на Курган Славы. Торжественный митинг, посвященный 75-й годовщине освобождения Смоленщины. И в 18.00 на праздничную программу «Городская летняя эстрада. Родное сердце. Смоленская земля». Также Комитет по культуре, спорту и молодежной политике приглашает десногорцев на «Вечер памяти и скорби», который состоится 23 сентября в 6 часов вечера в Храме всех скорбящих радостей. А 24 сентября в 11.30 на торжественное перезахоронение останков погибших воинов на Кургане Славы. Десногорские сотрудники полиции получили оперативную информацию о причастности местного жителя кражи велосипеда. Сыщики выяснили, что подозреваемый едет на похищенном транспортном средстве к месту его дальнейшего сбыта и незамедлительно прибыли по указанному адресу. Гражданина задержали. Им оказался 48-летний местный житель. Выяснилось, что на территории Десногорска до этого момента мужчина похитил еще три велосипеда. В настоящее время все крадено и изъято. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Как это часто бывает, чужое нас привлекает, а своего не хватает. Нам кажется, что жизнь нас обделила, и это несправедливо. Мы тоже заслужили свой кусочек счастья. Наверное, именно так рассуждали бабушка с внучкой, когда решили обналичить чужой счет на 8 миллионов рублей. Хотим купить недвижимость. Так злоумышленники объяснили сотрудникам кредитной организации свое желание снять со счета деньги. Однако в местном филиале коммерческого банка поселка Красный такой суммы не оказалось. Получив для начала 500 тысяч, они оставили заявку на выдачу денежных средств остатка суммы и отправились ждать. Когда сумма поступила, с ними попытались связаться по телефонам, которые мошенницы оставили в банке. Дозвониться не смогли. И тогда, найдя в архивах данные клиента, банковские работники связались с держателем счета. Обескураженная женщина объяснила, что никаких операций со своими вложениями проводить она не планировала. Вот тут-то и стало понятно, что банк столкнулся с мошенничеством. Ну а дальше все как в кино. Подельницы явились за деньгами в назначенное время, но уже под пристальным вниманием сотрудников полиции. При попытке покинуть территорию России их задержали с поличным. При задержанных оказался поддельный паспортное имя владелицы счета со всеми данными. Как оказалось, 74-летняя бабушка и 27-летняя внучка втянули в свои махинации еще и отца девушки, который был у них водителем. Невероятно, но выяснилось, что это уже не первое их совместное аналогичное преступление. Доказана причастность задержанных как минимум к одному подобному факту, в результате которого преступницы завладели суммой свыше 10 миллионов рублей. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области совместно со Службой безопасности коммерческого банка были проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование противоправной деятельности подозреваемых. Задержанным предъявлены обвинения по статьям 30 и 159 УК РФ. Покушение на мошенничество в особо крупном размере. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Полиции региона удалось перехватить крупную партию наркотиков. Запреченные вещества пытались на автомобиле переправить через границу России в Белоруссию. Масса изъятых наркотиков превышает 5 килограммов. Предотвратить контрабанду удалось сотрудникам ДПС в Красненском районе на трассе Москва-Минск. Полицейские остановили машину. Водители-пассажир попытались скрыться от правоохранителей. Однако были задержаны. В рюкзаке сотрудники ГИБДД обнаружили наркотики синтетического и растительного происхождения. Водители-пассажир для дальнейшего разбирательства были доставлены в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на контрабанду наркотических средств в особо крупном размере». 18 сентября детский сад «Мишутка» организовал урок мужества для своих воспитанников о важности военно-патриотического воспитания юного поколения в сюжете Виталия Волкова. Начала урок главный воспитатель детского сада Нина Эльмастовенко. В ходе тематической беседы, которая сопровождалась электронной презентацией, педагог провела для детей исторический экскурс в одну из самых крупнейших битв за всю историю человечества. Дети с огромным интересом слушали рассказы и рассматривали фотографии времён Великой Отечественной войны. Урок мужества для дошкольников провели люди с настоящим военным прошлым, которые являются ярким примером для подражания. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Тимофеев, капитан-лейтенант военно-морского флота СССР Геннадий Авдюшин, командир граномётно-пулемётного взвода в Афганистане Василий Шарабоков. Они постарались расширить представление дошкольников о мужестве, героизме и любви к родине. Я хотел бы стать миномётчиком, который управляет Катюшей. Я мечтаю доктором военным, чтобы все были здоровые. Я мечтаю стать военным, сильным и здоровенным, чтобы врагов всех победить, маму с папой защитить. В знак благодарности дети выступили перед ветеранами с песнями военных лет, стихами и хореографическими номерами. Формирование чувства патриотизма, гордости за героическое прошлое своего народа, готовности к защите своей родины – важнейший этап становления здоровой личности. Мы всегда должны помнить, что от того, как мы будем решать задачи гражданско-патриотического воспитания, во многом зависит будущее нашей страны. В этом году на Смоленщине будет получено не меньше 200 тысяч тонн клубней. Это полностью покрывает продовольственные потребности области. Об этом шла речь на научно-практическом семинаре картофелеводов в Красненском районе. Отмечу, настоящий прорыв смоленские картофелеводы сделали в семеноводстве. Лучшие сорта картофеля Смоленщина поставляет в 36 регионов России. Мини-футбол и макси-эмоции. На стадионе спортивной школы завершился футбольный турнир среди детей. В этом году соревнования, которые уже стали традиционными, были посвящены 75-летию освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. В играх приняли участие ребята различных возрастов из четырех школ города. Кто стал победителем, выясняла наша съемочная группа. В турнире было сыграно 18 матчей с участием 12 команд. С каждым годом уровень их подготовки только растет. Спортсмены, их было больше 90, стремились проявить свои лучшие качества. За каждый мяч дети боролись как профессионалы. Мы готовились долгое время к соревнованиям. Команда очень сильно готовилась и сплоченность двух команд был очень восхитительной. В шестой год тренируюсь. Футбол мне очень нравится, потому что игра это командная и очень интересная. Наша была цель занять первое место и мы ее выполнили. Турнир создается для того, чтобы играть с командами, которые просто играть. Мы были сплоченными, но мы понимали друг друга. Мы очень хорошо держались, так что могу сказать, что мы прям отличная команда. В итоге места распределились следующим образом. В младшей группе первыми стали ребята из первой школы. В средней возрастной категории лучшей стала команда четвертой школы. В старшей группе первое место у спортсменов из третьей школы. Победители и призеры были награждены грамотами и медалями. И коротко о погоде. 20 сентября будет ясно. Днем плюс 24, ночью плюс 10. На сегодня это вся информация. Все самое актуальное и интересное вы можете увидеть на сайте disna.defestv.ru. С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова